Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для PunchWall симулятор. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него будет как всегда в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете выходить с него. Далее, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. После того, как скачали чит, в поиске пишем PunchWall симулятор, нажимаем поиск. Так, а почему у меня не нашлось? Секунду. Может быть я неправильное название скопировал? Потому что он был на сайте. Так, вот все, вот сейчас получилось. Смотрите, иногда когда название копируете, допустим, и есть пробел в этом слове, то скорее всего не найдет скрипт, как я понимаю. А нет, нашел. Короче, ладно, что-то я тупанул, но ладно, находит, все отлично. Вот, есть один скрипт. В принципе, больше скриптов на этот режим не нужно, потому что здесь буквально только одна функция, есть это, получается, автопобеда. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем. Заходим в игру. Открываем чит. В чит вставляем скрипт. Заходим в настройки. И желательно ставим DLL от корнел. Потому что, как вы знаете, на DLL от корнел больше всего работает скриптов. Вардефс меньше всего поддерживает всяких разных скриптов. Вот. Ну, короче, в принципе, по желанию используйте. Может быть, этот скрипт даже на вардефс будет работать. Но сразу скажу то, что я не знаю, не проверял. Я всегда корнел использую. Также напомню то, что корнел используется с ключ-системой. Так. Дальше. Потом, когда выбрали DLL, нажимаем Inject. Ключ я уже сегодня получал, мне его просить не будет. Получать его нужно раз в день. Всего лишь. В принципе, это особо не надоедает. Так скажем. Ладно. Все. У меня Inject прошел. Также, смотрите. Можно сделать, чтобы чит у вас не сворачивался по нажатию на экран Роблокса. Для этого открываем чит. Наводим мышку на звездочку. И нажимаем правую кнопку мыши. Один раз. И, как видите, у меня чит больше не сворачивается. Чтобы он свернулся, нужно нажать вот сюда. Вот. Но это чисто кому, допустим, не в кайф то, что он сворачивается, когда вы нажимаете на Роблокс. То делайте вот так. Ладно. Давайте проверим скрипт. Значит, нажимаем кнопочку Exclude. И, как видите, у меня пошли прибавляться автопобеды. То есть, идет по нарастающей. 250, 3000, потом 750 почему-то мало дало. И, короче, вот так вот работает цикл. То есть, начинается с маленьких чисел, доходит до больших. И потом обратно с маленьких до больших. Ну, как видите, все работает. Победы прибавляются, все четко. А значит, чтобы остановить этот скрипт. Тут вроде... Вот, да, есть, короче, фигнюшка. Значит, смотрите, где написано true. Мы пишем false. Так, все, написал и активируем. Все, и, как видите, автофарм закончился. Только почему-то у меня зависла игра. Скорее всего, наверное, сейчас вылетит. Весело. Очень весело. Так, ладно, давайте тогда закроем роблокс. Так, окей, не закрывается. Диспетчер задачи открываем. И снимаем задачу роблокса. Так, все, заново заходим. Короче, лучше, все-таки, я думаю, в игру перезаходить. Потому что, как видите, я сейчас попытался отключить, и у меня завис роблокс. Так, все, перезашли. А, и... А, стоп. А, вот, все, победы прибавились. Я ишь на секунду испугался, то, что у меня эти победы все списали, и, типа, скрипт не работает. Ну, как видите, работает, просто, скорее всего, данные загружались. Окей, самое дорогое яйцо, скорее всего, на следующей ролокации находится, на самой последней. Давайте до нее добежим, и попробуем потратить нашу победу. Посмотрим, вообще, тратятся они или нет. Так, ну, я нашел яйцо за 250, дороже, не знаю, есть или нету, но ладно. Так, и давайте попробуем открыть. Тройное открытие работает. Окей, геймпасс нужен, я понял. Один раз тогда открываем. И да, как видите, нифига себе, мне с первого раза лего выпало. Лол, что? Эм... Вот сейчас прикол не понял. А, ну у нее шанс большой, все, я понял, почему лего выпало. Ну и, как видите, победа тратится. В принципе, все четко. То есть копите, сколько нужно вам побед, дальше в игру перезаходите и открываете яйца, выбиваете себе питомца. В принципе, все очень быстро, все очень круто. Ну ладно, буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Избан. Всем удачи и пока.